Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Наталья Васильева и рада вас приветствовать! На этом уроке мы с вами порисуем траву на закате в технике правополушарной живописи. Список материалов вы найдете в описании к этому видео. В первую очередь мы начнем с того, что покроем лист белой краской. Это белила титановые, равномерным слоем покрываем лист. Эта белая краска нужна нам как своеобразная основа, грунт для того, чтобы пропитать бумагу, чтобы бумага впитала в себя часть влаги из краски и не вытягивала влагу из следующего слоя. Легче было его наносить. Далее наносим точки в желтых, красных, коричневых тонах. Можно здесь экспериментировать с цветом и наносить какие-то иные оттенки. То есть это может быть трава не на закате, а, например, на расцвете или какая-то другая история. Дальше кистью, плоской синтетикой, растираем эти точки. При необходимости можно сгладить переходы просто чистой кистью. Кисть можно просто вытирать от ряпочку, не обязательно ее отмывать в стакане с водой. Степень сглаженности сами можете решить, определить. Здесь можно и так оставить, можно и сгладить переходы. И если вы будете смотреть это видео на моем сайте рисование.info, то на странице с видео есть дополнительные также комментарии, дополнительные видео по приемам, которые я здесь использую. И дальше можно подождать, когда подсохнет, можно сразу переходить к следующему этапу. Я вот еще дополнила своим любимым приемом набрызг эту композицию. И уже по сухому слою я добавляю темным цветом. Это смесь красного-черного. Можно туда и желтого немножко добавить для того, чтобы объединить все то, что есть в пространстве, с темным цветом, который нам нужен для того, чтобы показать линию берега. По диагонали немножко очерчиваю эту линию берега, заполняю темным цветом. Все это делаю плоской синтетикой. Можно и круглой синтетикой. Почему по сухому? Потому что нужно, чтобы краска не смешивалась. И далее кистью с длинными волосками, синтетикой круглой. Это самая удобная кисть для того, чтобы рисовать длинные тонкие линии. Этой кистью рисую травинки на этом берегу. Тоже как в силуэтный формат такой. То есть не зеленые травинки, а тот же самый темный тон. Рисую по росту. От земли к небу. И с разным наклоном. Влево, вправо, прямо могут идти. Если нужно показать какой-то ветерок, то, соответственно, с наклоном делаем. И так столько травинок, сколько захочется. Если вам нравится идея такого рисования, в таком формате, то я предлагаю вам посмотреть, обратить внимание на курс про полушарные живописи, который можно приобрести в моем онлайн-магазине рисование.инфо. Там есть первый урок, он бесплатный. Можете также его пройти. Там мы много рисуем фонов. И также создаем силуэтную работу с пальмочками. Курс содержит в себе 10 уроков и дополнительные уроки, где мы закрепляем пройденный материал. Основные моменты мы рассматриваем вот в такой вот форме погружения. То есть сразу рисуем и теорию рассматриваем. Это хороший курс для того, чтобы начать рисовать, посмелее вести себя с красками, не бояться этих красок, ну и получить интересный, необычный результат в процессе. Добавлю я еще сюда своих любимых птичек, конечно же. Кроме этого, желтеньким еще добавлю светлых травинок, желтеньким, красненьким, и снова укутаю их тем же темным тоном. Ну, для того, чтобы немножко как бы и светлые тоже показать. Но так, со светлым, без фанатизма. Все-таки это такая силуэтная работа. Подобный же сюжет вы можете попробовать выполнить в других тонах. По-другому сделать те же самые травинки. Например, можно сделать утро и ветер, как тема, как идея для дальнейшего рисования. Надеюсь, что вам было интересно. Вы открыли для себя что-то новое на этом уроке. Спасибо вам большое за просмотр. И до скорых новых встреч на занятиях и в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok